Микс Ньюс 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 Макс Ньюс Макс Ньюс И, скажем, к счастью, у нас никаких историй с этим связанных нет. Мы как-то больше по ассоциативному ряду выступаем. Что может сделать государство, чтобы уменьшить такие настроения в обществе? Ну, самое банальное, наверное, повысить просто уровень жизни, чтобы людям было немножко поприятнее жить в целом. И не нужно было бы искать себе врага и причину того, почему у меня, например, нет работы или у меня нет каких-то достижений, которые я хотел бы иметь. В целом, не, ну, нужно как-то... Знаете, у нас есть эта вот часть, как минимум, политиков, которая пропагандирует вот эту вот вечную латвийскую христианскую традицию, которая всегда была. И я думаю, что даже не говоря об исламе, для многих людей в Латвии это под вопросом. Вот есть люди, которые себя не идентифицируют с христианством и считают, что то, чего наша страна добилась, то, что не происходит, это не из-за христианства, а из-за, допустим, европейской демократии какой-то там или чего-то там. Научного прогресса. Ну, допустим, да, научного прогресса. Я не знаю, ну, то есть, может ли государство себя так позиционировать, чтобы люди могли спокойно, не задумываясь, не проверяя свой мозг перед этим, чувствовать себя его частью? Ну, ведь Латвия позиционирует себя как светское государство, в отличие, там, скажем, от наших восточных соседей. Ну, восточные соседи тоже, по сути, светское государство. Ну, кстати, вот по правках там уже другие изменения. А, да, пропустите. Ну, там сложные-сложные формулировки. Ну, по поводу, кстати, вот я хотел еще возвращать немножко к исламу. Есть радикалы, понятное дело, там в исламской вере, есть радикалы в христианской вере. Вот, опять-таки, отец Сергий Схигумен, уже бывший Схигумен Сергий, тому доказательство, но почему-то радикальные христианские группировки, они не вызывают у нас отторжения от всей христианской веры. Ну, я имею в виду общество в целом, а радикальные призыватели ислама вызывают. Это именно потому, что это просто другая вера, далекая от нас? Ну, да, возможно, у нас все-таки на христианство мы... Я думаю, в чем проблема зачастую у нас? В том, что мы видим все, что есть какие-то разные группировки. Одни говорят одно, другие говорят другое. Есть вот, условно, обычные, какие-то привычные христиане, есть какие-то не очень обычные, и те, которые прячутся и ругаются, есть те, которые говорят, что все хорошо и все либерально. А со исламом у нас, возможно, нет такой возможности, так на него пристально смотреть. У нас действительно где-то в другом месте, и мы видим только его самых... Общую такую картину. Даже не то, что общую, да, общую мы не видим, видим больше каких-то радикальных его представителей, и создаем на основании их какое-то свое мнение. Единственное странно, например, что... Интересно, что буддизм, допустим, долетел до нас приятной стороной больше, потому что мы... Ну, если почитать, можно найти примеров массы и радикализма среди буддистов. В Мьянме, да, то есть, например, в Мьянме они как раз-таки мусульман, очень сильно угнетают правящее большинство. То есть, как бы на ислам у нас доходит таким вот образом. То есть, вообще все... Потому что есть такой стереотип, что буддизм – это мирная религия. Все религии, они подвержены какому-то... каким-то радикальным течением маленьким внутри себя. Да, просто больше или меньше, да, но в целом все. Мы, опять-таки, заговорили о Сергии. Ну, понятно, мы там не будем говорить про внутреннюю ситуацию России. Это их внутреннее дело. Но меня интересует вопрос, что в последнее время заметно становится, как религия пытается в некоторых странах, и в том числе, кстати, в Атве, немножко приблизиться к политике. Вроде как светское государство разделение есть. Но вот отец Сергий, который выступает за то, чтобы Путин снял с себя все должности и передал их Сергию. У нас, например, из латвийских историй, когда были выборы в Сэйм в 2018 году, представитель баптистской церкви Петерис Прогес тоже там баллотировался и в итоге снялся, потому что его общественное мнение не поддержало его выбор. Как вам кажется вообще религиозный человек, который позиционирует тебя именно как служитель церкви? Может ли он участвовать в политических действиях? Или это должно быть разделено? Ну, вы очень мягко так-то сказали, что религия пытается приблизиться к государству. Я думаю, что это вообще никогда не заканчивалось. То есть, начиная, если мы по христианству, начиная с момента, когда Римская империя в лице императора Феодосия объявила, что, в общем-то, всё христианство, именно то, которое было на Никейском соборе провозглашено, именно это становится Римской государственной религией. С того времени, по сути, эти отношения, они вьются и извиваются. Я думаю, что не должно быть какого-то запрета или какого-то неприязни по поводу того, что представители церкви участвуют в политике. Почему? Потому что представители церкви такие же члены нашего общества. У них не может быть какой-то такой дискриминации, что почему католический священник не может быть, например... Депутатом. Да, депутатом. Причём из-за времени латвийской... Ну, 20-х годов, или, по-моему, 20-х, да, были тоже масса примеров, допустим, латгальских активистов, которые в Сейме участвовали, например, Трассунс, которые, по сути, были деятелями католической церкви. То есть, ну, в целом это нормально, просто то, что, наверное, вызывает неприязнь, это какое-то... Это вот есть такое представление, что церковь должна быть каким-то образом чиста от этой вот какой-то грязи мирского, какой-то коррупции, а политика у нас ассоциируется именно с этим зачастую. Поэтому, плюс, как бы, ну, Спрокисон одной очень конкретной партии представителем был, конкретно Саскани, я думаю, что... А думаете, это было частью... Я думаю, конечно. Ну, всё-таки Саскани, опять же, у многих людей в Латвии вызывает, опять же, ту же самую ассоциацию с коррупцией, какими-то тёмными промутами. Вот, поэтому, я думаю, что часть его из-за этого как-то критиковали так сильно. Потому что, ну, Саскани действительно, я, может быть, видел... Просто, да, я видел этот пост тогда на Фейсбуке, и я помню, и у меня этот момент было много, да и сейчас есть много знакомых именно из латышеской христианской среды. То есть, я смотрел, как бы, их комментарии по поводу этого поста, и, да, там как-то очень люди негативно относились именно к этому вопросу, что вот именно Саскани. А, то есть, ну, в принципе, как вам кажется, у нас в обществе... Просто почему, мне кажется, люди многие не хотят видеть ещё представителей религий в управлении государством? Потому что, если мы там вспоминаем Средневековье, например, то когда, наверное, наиболее сильно чувствовалось влияние церкви на государство, то это у нас сразу вспоминаются тёмные века, это сжигание ведьм и запрет какого-то технического прогресса, и научного прогресса, и понятное дело, что это было многие сотни лет назад, уже всё поменялось, но как-то ассоциация свежа в памяти, и там и фильмы, и сериалы, которые до сих пор выходят, они как-то поддерживают это. Ну да, плюс ещё церковь, если мы так очень, опять же, просто смотрим, я думаю, ассоциируется на моих людей, опять же, с очень консервативными ценностями, то есть, думаем католицизм, думаем, естественно, целебат, там, секс только после брака... Только гитаросексуальные отношения. Да, да, естественно, ещё и вот это всё. Ну то есть, и как минимум с этой стороны может это казаться неправильным. С другой стороны, опять же, это всё ещё очень сильно зависит от традиции конкретной страны. У нас всё-таки есть это наследие постсоветского, в общем-то, пространства, на котором на религию смотрят многие люди довольно странно. Допустим, если мы говорим про Англию, во-первых, в которой, в принципе, существует государственная церковь, до сих пор, там ещё и монархия существует, то есть, это вообще уникальная такая страна. Да, ну, да, допустим, церковь Англия – это государственная церковь. Часть, по-моему, это были... По-моему, да, то ли все, то ли самые старшие епископы сидят в палате лордов. То есть, церковь отвечает до сих пор за огромный процент образования в стране. Это как бы часть государственной системы. И там вот этот вопрос, ну, он как-то звучал бы немного смешно. Почему не может представитель церкви участвовать в политике? Церковь – такая же часть политики и власти, как и всё остальное. Ну, например, то есть, понятно, что, опять же, это церковь в Англии, это одна определённая церковь является этой частью. И там могут быть тени с какими-то, например, баптистами или представителями других конфессий, которые в Англии есть. Но в целом, зависит реально от традиции страны. То есть, у нас, может быть, это не... И плюс ещё у нас, опять же, был этот опыт с Латвией, с Цельшей, с Пермапартией, там тоже было какое-то такое ощущение какого-то обмана немножко избирателей, привлечения вот этой вот религиозной какой-то аргументации для того, чтобы поддержать какую-то политическую партию. То есть, тут как бы, да, тут можно, нужно как бы... Тут должны люди сделать выбор. Считают ли они, что эта партия действительно, и эти представители действительно хотят защищать интересы именно христиан, и они просто хотят за счёт христианства пропиариться, заявить, что вот все голосуйте за партию священников, потому что там священники, потому что они за христианство. Опять же, какое христианство? Это то христианство, которое было там, я так думаю, это был вот этот вот очередной традиционных ценностей, консервативности, такой микс, где вот все, кто за нас, за семью там и так далее, все голосуйте за нас. И не все христиане это разделяет, такую позицию. Поэтому в определённом смысле заявлять, что это партия священников, партия христиан, это была манипуляция. Потому что нет, да и нет вообще такого какого-то отдельного христианства вот самого по себе. То есть, есть его разные направления, его разные стороны, представители и прочее, и прочее. Поэтому ничего плохого в этом нет, но нельзя просто некритично считать, что если человек использует религиозную историку в своей какой-нибудь предвыборной кампании, то он вот точно разделяет убеждения всех христиан или представляет их. Ну вот вы когда говорите, что религии, в частности христианство, оно ассоциируется с консервативными ценностями, это да, но в последнее время существует течение, какое-то желание, наверное, не знаю, измениться, модернизироваться. Уже и Папа Римский заявил, что представители ЛГБТ могут быть христианами, ничего страшного в этом нет. В некоторых церквях даже и в Латвии в том числе не относятся плохо ни к однополым бракам, ничего такого. То есть, это какой-то постепенный процесс идёт. Как вам кажется, это искреннее какое-то… Это желание оставаться вместе с людьми или это действительно такая эволюция абсолютно логичная? Да, ну из личного знакомства с разными различными представителями христианского мира я могу сказать, что, как всегда, есть люди, для которых это всё личный какой-то путь, приход, например, от реально очень консервативных убеждений и их защиты к чему-то прямо противоположному. Для кого-то это, ну, следовательно, тенденция модна. Если мы говорим про Франциска, то с Франциском нужно очень аккуратно, потому что он, как бы, в каком-то смысле ничего нового не сказал, он просто сказал это громче и отчётливее. Не было никакого запрета на присутствие или принадлежность членов общины ЛГБТ к католической церкви, а запрет на то, чтобы принимать причастие, до сих пор остался, например. И он… Он остаётся. Я понимаю. Жить в Агрехе по-прежнему нельзя. Ну, так это называется. Просто, да, как бы, это официально просто нигде не оговаривалось. Мне кажется, это очень важно, что это было сказано громко, и Папа Римский. То есть, условно говоря, если какой-то там на местах пойдут перегибы, можно будет представителю католической церкви сказать, ну, подождите, вот Папа Римский, второй после Бога, как бы сказал, что можно. Ну, я надеюсь, действительно, это так будет работать, поможет людям. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, это телефоны прямого эфира. У нас в гостях научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев. Также можете писать нам по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Еще такая действительно важная тема, напрямую связанная с Латвией. У нас очень скоро должны были состояться крестный ход в Аглону, и сейчас непонятно, что с ним будет. Пока говорится, что вот мы через неделю, через две, кажется, будет официально объявлено, но вот пока из-за коронавируса это все не ясно. И мы видели, что когда пандемия началась, очень было много радикальных представителей разных религиозных в целом течении, которые говорили, нет, нельзя закрывать церкви, нельзя закрывать храмы, мы должны ходить там и молиться и так далее. Вот это тоже такой момент столкновения, не знаю, религии и реального мира, что ли, где наука говорит одно, а религия не всегда с этим согласна. Вот эти отношения, они как-то поменялись в эпоху ковида? Ну, вообще, я считаю, что это такое, может быть, как-то грубо прозвучает, но мне кажется, что действительно вся эта пандемия, она немножко простимулировала, как бы это сказать, стремление организации чуточку больше продумывать то, что они делают, то есть из какого-то абсолютно бесконтрольного, ну, так, конечно, не было, но довольно-таки такого хаотичного мероприятия, видно, что эта вот идея Саглона, она там уже превращается в что-то более структурированное. А было хаотично? Ну, я думаю, что я там ни разу не был, так что я не могу комментировать, насколько это было буквально хаотично, но вот, например, я читал интервью архиепископа-метрополита Збигнева Станкевича, католического, вот он уже рассказывал, что там все как-то будет поделено на секторы, то есть там будет трансляция, все будет как-то немножко лучше сделано. То есть, по сути, если думать вообще отвлеченность, с точки зрения, допустим, людей, которым сложно добраться, например, в оглону, то есть люди с какими-то помехами движения или по каким-то другим причинам, например, они все теперь смогут точно идеально поучаствовать в этом мероприятии отдаленно. Как и в той же интервью он как раз-таки ссылался на то, что вот как раз папа Франциск мессу отслужил на пустой площади, и тоже все, в общем-то, получилось нормально. Да, в самом начале было много этого интересного, что очень много именно в православном, имея и в Восточной Европе, в Румынии, в Болгарии было очень много вот этого противостояния, то есть, что церкви должны остаться открытыми и так далее. Но в целом, это, конечно, такой пример того, что действительно может быть мнение церкви и науки могут расходиться, но вообще, к большому счету, в мире церковь все же нормально с этим справилась. Просто я тоже как бы сам нерелигиозный человек, я давно не посещал церкви, но он, насколько мне известно, и последняя вещь, которую я помню из своего детства, условно говоря, когда после службы в храме ты подходишь к настоятелю, или там целуешь икону, или целуешь перстень, но это, мягко говоря, не синтезируется. И там сотни человек, и все, ну мало ли, что можно получить. Это как-то, мягко говоря, выглядит негигиенично. Я не знаю, неужто религиозной традицией нельзя объединить с элементарными правилами гигиены? Не, я тоже могу рассказать историю, но я в какой-то момент принадлежал к католической церкви, и там у нас было в две недели два ритуала, которые были связаны конкретно с целованием, в одном случае, мощей Святого Антония, а в другом случае, мощей, точнее не мощей, а фрагмента креста, который в таком футле. И у нас было два священника, один был более молодого поколения, то есть, у него было лет 30-40, и второй был постарше. И вот молодой ходил с тряпочкой-дезинфектором, ну то есть, с этой, ну вы поняли о чём я. Более пожилой ходил либо без ничего, либо просто с тряпкой, то есть, из ткани. Вот такой вот конфликт поколений. Я думаю, я надеюсь, что сейчас они оба ходят с дезинфектором. И вот в таком плане, ну опять же, церковь, это реально разное такое, в ней может быть восприятие всего этого. Для кого-то это естественно, а для кого-то это кажется чем-то таким странным, что вот якобы религия должна и так защищать. Но, честно, я думаю, что в итоге это не должно другому мешать. Вполне себе возможно какое-то здравое такое слияние всех этих мнений. У нас телефонный звонок, надените, пожалуйста, наушники, чтобы его услышать. Да, здравствуйте, добрый день. Добрый день, я опять к мусульманству. Вы знаете, в России была очень серьёзная история, когда мусульманин с Кавказа женился на русской. Она вообще неверующая была. И когда он умер, приехали его мусульманские родственники, забрали детей. Они сказали, что согласно мусульманству дети должны воспитываться в семье мусульман. Если бы она приняла ислам, ей могли бы детей оставить. А так, нет, они забрали, уехали, и никто ничего не мог сделать. Спасибо. Спасибо. Ну, это скорее комментарий, а не вопрос. Но это такие вот, не знаю, когда религия сталкивается с юриспруденцией, что ли. Ну да, в данном случае могу комментировать, потому что я не знаю, какие законы регулируют это в России. Должны регулировать законы, а не какие-то традиционные понятия всё же. Я хочу, хотелось поговорить на такую тему, на связи религии и культуры, что ли. Громкая новость была последнего месяца про мечеть Святой Софии в Турции, которая была христианским храмом. И вот её переделали в мечеть. И даже там уже прошла, не знаю, служба, это называется, правильная терминология, в исламе. Ну, прошёл ритуал уже, и христианская церковь, там, скажем, православная церковь, она очень активно отреагировала, сказала, что это чуть ли не пощёчина. Ну, во-первых, в целом, хотел спросить ваше мнение об этой ситуации. Насколько это было, не знаю, этично со стороны Турции так сделать? Не, ну, в условиях реальной политики мира, мне кажется, большие и влиятельные страны, которые могут себе позволить делать многое, что они хотят, в серии военных интервенций и так далее, они не особо, я думаю, должны задумываться. Не то, что должны, ну, можно говорить что угодно, но не обязаны задумываться о этике таких решений. Ну, то есть, задумались и подумали, ну, мы это переживём. Ну, как-то так кажется. Ну, и тем более, какое-то внутреннее, важнее всего, да, внутреннее, как сказать, внутреннее влияние, которое это действие должно, по идее, дать, потому что всё это вопрос такой современной популярной гуманитарной темы, как культурная память. То есть, и, конечно же, это всегда касается, как минимум, ну, чаще всего вопрос идёт о текстах, но, в принципе, памятники, и особенно вот такие памятники, как Хагия София, невероятно огромный собор древний VI века, ну, который до сих пор существует, это просто, ну, такой суперпамятник, скажем так, это то, что видят все, а то, что видит весь мир, не только даже жители Константинополя, я хотел сказать, и сказал, да. Ну, да, то есть, по сути, если у них всё это получилось, это место стало мечетью, по сути, 30-40 лет пройдёт, и люди, которые будут жить, они для них это будут всей мечетью. Ну, то есть, они будут помнить, а, да, это когда-то там что-то было, но, в принципе, мы помним это как мечеть. И в этом плане, ну, ценность пропагандистская такая, она просто невероятная. Ну, как бы, ну, вот по поводу всех этих комментариев различных деятелей, хочется сказать, что это вообще далеко не единственный случай в мире, когда какое-то религиозное здание передавалось кому-то. То есть... Ну, например. Не, ну, например, вот Пантеон в Риме. Ну, что передавалось, ну, когда-то это было языческим храмом, который спокойно себе конвертировался в христианскую церковь. Сейчас, я вспомню, вот я там был, я не могу вспомнить, это сейчас действующая церковь, или это уже тоже какой-то музей? Потому что там, я помню, что там хранятся останки королей Италии, но вот... И, ну, при этом здание в основном используется как тоже какой-то музей, потому что там просто толпа туистов. Ну, вот я тоже, вот, когда говорил про культуру, я хотел про это спросить, потому что мы понимаем, что мечеть Святой Софии – это памятник культуры, памятник истории. Это действительно даже для нерелигиозных людей, это все еще очень важное здание. Ну, не знаю, так же, как, например, Нотр-Дам в Париже, который тоже, ну, как бы, технический церковь, конечно, но его хотят посетить все вне зависимости, точнее, хотели до пожара, вне зависимости от конфессии. И тоже относятся там к большому количеству зданий. И, например, была громкая история в Санкт-Петербурге, когда представители церкви сказали, что, если не ошибаюсь, Высакиевский собор, что нет, это все теперь церковь, мы тут опускать как в музей не будем, мы будем там служить службы. Вот такие моменты, они тоже спорные, их как бы сложно решить, потому что, с одной стороны, ну да, это церковь, с другой стороны, ну, нельзя отбирать ее у такого количества людей, которые не относят себя к какой-то либо конфессии. Не, ну да, это для нерелигиозных людей это вообще немножко другой какой-то дискурс, да, по сути, получается, потому что, то есть, теряется эта возможность посетить такое великое место. Но, в принципе, вроде как в Турции они пока что еще обещают, что он тоже будет доступен, Хагия София доступна будет для посещения людьми. Но, да, как бы я возвращаюсь к этой теме, и кроме этого, ну, есть еще пара мест таких известных, которые, допустим, мечеть в Кордове, которая сейчас опять стала церковью. Там вообще место такое, в котором якобы вначале была какая-то церковь, потом ее во время мусульманского правления ее снесли и построили мечеть, потом ее вернули опять, ну, когда конкиста произошла, то есть, вернули, превратили снова в христианскую церковь. Ну, а то, что, я просто, опять же, возвращаюсь к комментариям различных лидеров, вот, экономический патриарх Вахфоломей там тоже, естественно, высказывался на эту тему, что это вот ужасно там и так далее. Но, в принципе, экономический, это так, не надо воспринимать такую-то мою здравую оценку, просто как ассоциация. Экоммунический патриарх Вахфоломей замешан, был пару лет назад в самом, в другом громком скандале, связанном с церквями и имуществом, а именно в украинской, всей этой истории с автокефалией и тем, что... И плюс еще эта история связана, что очень интересно, опять же, с одним каким-то старым документом, потому что этим вопросом про Софию, там как бы утверждается, что есть документы, но это, походу, неправда, насколько я понял, но документы, которые утверждают, что султан Эхмет II заплатил, заплатил патриарху тогдашнему за это здание, и ты по такому праву это все получил, а не просто то, что нас завоевал и таким образом получил. Но не суть. И вот получается, что турецкий суд на этот момент признал вот эту вот передачу Софии, превращение в музей неверной на основании вот этого вот документа какого-то. Но не суть. Или как минимум вот как это связано. Но вот, короче, в истории с Украиной тоже, например, сейчас я сегодня прочитал, что подписана петиция, точнее не подписана, собрала 25 тысяч голосов, петиция о передаче Киевской Печерской Лавы ПЦУ, то есть Православной Церкви Украины. И опять же в этой истории, когда это все менялось, Киевский Патриархат, получается, признал неверным решение, господи, какого-то там 1600 какого-то года о том, что Киевский Патриархат переходит... Ну это формальность. По большому счету они просто, так как Украина-Россия сейчас во враждебных отношениях, они просто забрали себе то, что на их территории находится. Ну да, и в этом случае то, что тоже касается тысяч людей, что это кому-то уже когда-то принадлежало, и все это можно, понимаете, всю эту историю можно переписывать, реконструировать и так далее. Нужно будет, сделаем. И поэтому... То есть у этого нет особого значения, по большому счету. Как сказать, это происходит часто и все время, то есть в данном случае это вызывает такую реакцию христианского мира, очень такую... Ну опять-таки ислам, триггерная сила. Да, естественно, ислам, но с другой стороны, если подумать очень так чисто теологически, ну я, допустим, не как теолог, я протестант. Поэтому я, например, считаю, что в принципе какое-то отдельное здание, оно вообще не... ну с точки зрения веры, оно вообще не имеет никакого смысла. Ну это именно протестантское. Да, ну конечно, да. Но даже если мы говорим, смотрим как-то более православное, допустим, там должна быть любая церковь, это место, где реально хранится реальное присутствие Господа. Потому что оно вот там вот в этом освященном... Просто если попробовать там, скажем, мусульманину сказать, что Мекка – это просто место... Да, но это всё-таки не Мекка. И в христианстве нет такого аналога Мекки. Ну да. То есть, в каком-то смысле. То есть, есть Иерусалим, конечно, по сути. Ну Иерусалим у всех есть Мекка. Ну да, Иерусалим – это наше всё, да. Ну как бы в каком-то смысле... Ну нет, есть масса мест. Там Сантьяго де Компостелло, вот этот вот чудесный маршрут. Ну, в каком-то смысле, конкретное здание, оно у меня несёт, конечно, историю, оно несёт вот эту информацию об былых веках, славы, славы на славных веках, правления христианства во всём обозримом мире. Но в определённом смысле важнее, даже в православии важнее именно конкретная человеческая община, которая может собираться в разных местах. Это могут быть хорошие дни, когда мы собираемся в красивом собой, это могут быть плохие дни, когда мы собираемся в подвале. Но в целом всё равно собрание идёт вокруг этого тела Христова скорее, чем вокруг какого-то здания. То есть, поэтому всё же вот такие вопросы, как вот София, или, я помню, когда-то приглашали говорить про, собственно, сгоревший Ноттердам, и я на то же самое говорил, ну да, сгорел Ноттердам, ну да, жалко. Но в целом, вера-то не держится на Ноттердаме, вера не держится на Святой Софии, вера держится на Вее, это опять же протестантизм. Но как-то так. У нас в WhatsApp пишут активно, вот один вопрос, не знаю, видимо, чисто с теологической точки зрения, является ли Папа Римский наместником Бога на земле? И если да, то для всех христиан или только для католиков? Или нет такой вообще терминологии наместник Бога? Господи, наместник Бога на земле, вот простите, нужно бы потом будет проверить, я советую всем сейчас погуглить, это какое-то ирония, оскорбление или что это? Действительно, нет, но Папа Римский, как бы у него есть, опять же, не вечно у него это было, но вот, по-моему, к концу 19 века есть догма о папской инфаллабиле. О том, что он не может быть непогрешимым. То есть, опять же, эта непогрешимость не заключается в его всей его жизни, в всех его, все, что он говорит, это его определенное, если он делает свое высказывание экс-катедра, то есть в качестве Папы Римского, да, это то, что является для всех католиков, любого класса, то есть священников, верующих, монархов, является истиной, так как есть. И, конечно же, католическая церковь сохраняет свое, скажем так, влияние, ну не влияние, а заявление о том, что она является настоящей церковью, той самой, которая вот с апостолов идет, и поэтому, ну, с их точки зрения, это для всех должно быть актуально. С точки зрения параллельных структур, конечно, нет. То есть, тех других параллельных структур, которые в основном тоже свою родословную видят, как сказать, от Христа до вот сейчас. Литеране большая часть на эту вещь, так называемую апостольскую субцессию, как бы считают важной и англикане, и православные. То есть, в этом как бы вся проблема, что все эти церкви в какой-то момент были... Правильными. Да, ну то есть, они правильные все до сих пор, а в какой-то момент они были все одной. Ну, что-то вроде, как минимум. Так что да, Папа Имский, ну, не для всех, я наместник на земле. Тут еще вопрос, более уже приближенный к нашей реальности. Какой уровень жизни у священников? Это, на деле, интересно, потому что мы знаем все коррупционные скандалы российских, украинских священников. В Латвии такого вроде как поменьше. То есть, мы не видим, не знаю, зафотошопленных часов и так далее. Но вот КНАП в прошлом году там что-то искал в церквях. То есть, история есть. Вот для Латвии насколько вообще хорошо живут священники? Ну, зависит от конфессии, зависит от человека. Естественно, допустим, про кардинала Пуеца католического. Ну, многие с восхищением рассказывают о том, как бедно он живет. То есть, что вообще ему как бы чуть ли не все равно, что там с этим миром происходит. Когда я вижу представителей более, скажем так, современных церквей, зачастую, или каких-то харизматических или пятидесятников, зачастую они как бы, и это как бы не только в Латвии, это во всем мире, они как бы стараются демонстрировать этот образ успешного человека. То есть, ну, как бы проецируя вот это вот на всех остальных. То есть, условно, человек видит церковь, видит ее пастора, этот пастор выглядит как такой солидный, ну, что-то около бизнесмен, что-то около какой-то менеджер. То есть, и это как бы делается с целью того, чтобы, ну, привлекать определенную, как сказать, определенный класс людей, которые вот, которым вот это кажется... Ну, вообще, это же какой-то, ну, конфликт получается в какой-то смысле, потому что, именно в христианской церкви, по крайней мере, потому что, с одной стороны, действительно, как бы хочется... Ну, это понятное желание жить в комфорте, ну, даже не в богатстве, не в роскоши, но хотя бы, чтобы там машина была не старая, но нормальная, чтобы дом был достаточно просторный, особенно если есть семья. Но при этом, если там почитать Библию, то или там какие-то, по крайней мере, стереотипы о священниках, особенно о православных, католических, что вот нет, это все мирское, лишние деньги отдавать в церковь, а жить вот сколько надо, вот и не больше. И какой-то возникает диссонанс, ну, у меня лично, по крайней мере, возникает диссонанс, когда ты видишь священника, который при этом, не знаю, разъезжает на очень дорогой машине или там, ну, опять-таки, в тех же самых часах. Это как бы, вопросом, это моя проблема, что я так воспринимаю, или это все-таки есть какой-то в этом теологический действительно диспут? Ну, да, конечно, он есть, и он, я думаю, с самого начала существует, это вот насколько вообще умеян, ну, как, в принципе, ключевое слово, к которому, наверное, должны были все бы как-то примириться, это умеянность, но, да, вот это вот какой-то раздел между теми, кто пропагандирует жесткий такой ужасный аскетизм, где прямо от всего нужно отказаться и между теми, кто справедливо подумает, что, допустим, священникам нужна нормальная жизнь для того, чтобы они могли там эти 50 лет своей жизни вообще как-то провести в этой должности. Потому что, ну, конечно, здорово говорить о каких-то там реальных идеалах, и вот, ты священник, ты должен быть там бедным ради всех остальных и так далее. Ну, здорово такое, наверное, об о таком думать, когда там 20, не знаю, лет там... Ну, и со стороны очень удобно это говорить. Да, и со стороны, действительно, это очень удобно говорить, что вот ты бегаешь вокруг, там, за всеми, пытаешься с ними поговорить, пытаешься всем что-то рассказать, там, придумать, как развлечься эти там 50-100-200 человек, которые приходят в церковь, и ты еще поэтому должен быть бедным, аскетом, и там хлеб и воду есть. Ну, действительно, есть, да, разные общины, и разные люди, как бы, выбирают, скажем так, разный образ для себя, но, например, опять же, не знаю, я могу про церковь Англии сказать. Церковь Англии довольно сильно заботится, вот сейчас, допустим, недавно было какое-то заявление о том, что нужно очень сильно заботиться именно о эмоциональной поддержке священнослужителей, потому что там огромное количество случаев выгорания, то есть, да и вообще, ну, зачастую, опять же, если человек, мне кажется, в молодом возрасте к этому на это все подписывается, действительно, всегда такой возраст такого идеализма, и человеку очень хочется очень много чего добиться. Ты быть и самым лучшим проповедником, самым лучшим аскетом, самым внимательным ко всем, самым добрым, самым, там, не знаю, прилежным в молитвах и так далее, и это все доваливается как ужасный такой ком ответственности, который на многие люди просто не могут потянуть. И психологической помощи, я предполагаю, не распространена такая вещь в церкви. Ну, что-то вроде, да, то есть, опять же, это начинает появляться, допустим, в католической церкви есть институт духовных духовников, духовных отцов, которые, по идее, должны быть у каждого священника, и должен быть еще один священник, который его как раз-таки будет слушать. Ну, как у каждого, опять-таки, психотерапевт, но он психотерапевт. Да, ну, вот, как бы, вот, церковь Англии сейчас занимается этим крайне институционально, потому что вообще занимается такими вот вещами. Ну, да, но можно, наверное, очень легко выиграть с этого, и, как бы, к счастью, все-таки в большинстве церквей этот вопрос, это вот это вот аскетизм и монашество, это все-таки что-то такое должно быть так называемым личным призванием. То есть, не каждый должен брать там на себя 500 табетов, чтобы только вот они были, а вот если человек это чувствует, ну, тогда он должен идти в монастырь. А если это как бы, это не может быть просто как из-под палки. У нас еще один телефонный звонок, мы его успеваем принять. Здравствуйте. Добрый день, я не с меня зовут. А вот вы не думали, вот, в церковь, ради примера, вот, придите в кафедральный забор, собор, я был там, хотел покрестить ребенка. Я пришел туда, вот, женщина передо мной хотела там заказать сорока уст, ей сказали цифру. Значит, дальше мы стали разговаривать, сколько будет покрестить ребенка. Мне не говорили, как его покрестить, мне говорили только прайс-лист. Сколько чего стоит, сколько стоит там полотенце, сколько стоит матюшка, сколько стоит батюшка, да, понимаете? И получается, что я в оконцовке сказал, что я в этой стране гражданство купил за 3 евро, так как я пошел сдавать, это никакого не было ни унижения, ничего. Унижение было то, что надо было платить его, да, им рассказать и тест это сделать, вообще проблемы никакой, да. То веру своим детям я покупать не буду. Развернулся и сказал, мы найдем церковь, где платить не надо будет. Это была моя принципиальная позиция, да. И вот еще одна такая реплика. В каком-то году, 1900 какой-то год, не помню точно, мне кажется, после войны, был найден пергамент, на котором было написано, поднимите землекамень и найдете под ним меня, расщепите полено, и я буду там. Каждый, кто постигнет этого смысла, не убоится смерти. Поэтому как так может быть, что вот этот ряженый поп, у которого, вы говорите, там, деньги, бедный, небедный должен, ну на нем столько висит денег, что моя машина даже столько не стоит, в чем он как бы одет и в чем он ходит. Спасибо, извините, мы вас прервем, времени так много. Но вопрос понятен, это тоже какой-то частая критика церкви, что это уже становится бизнесом и все стоит денег. Причем, если посмотреть на свечки, там кто-то проводил исследование, на сколько процентов это завышено относительно себестоимости. Ну да, я надеюсь, что я правильно вспомнил, что то, что вот этот вот пергамент, мне кажется, это Евангелие от Фомы, это интересный очень текст. Про свечками тоже есть чудесная история, про то, как есть такая схема со свечками, что их можно продавать, а потом люди их не жгут, оно жертвует храму, и их можно потом еще раз продавать. Есть такая схема. Нет, понятно, что в целом в Евангелии, допустим, я помню, была цитата про «Бесплатно вы получили, бесплатно вы получили, бесплатно и давайте». И эта речь идет о вее, то есть, соответственно, идущем вместе с ним крещение и так далее. В Новом Завете это хрестоматийная история про то, как Иисус Христос изгнал торговцев из храма. Ну да. Получается, что мы вернулись к тому же самому. Да, ну в общем, я бы сказал, что, вернее всего, сохранить какую-то умеянность. И плюс, ну, это очень хорошо, что вот слушатель, который позвонил, эти вещи понимает, что это не понимается, где-то некритично, а нужно платить. Можно найти другую церковь, в которой не нужно платить. И это правда в Евангелии, я могу подсказать. Надеюсь, что у вас так уже все хорошо было, и вы успешно покрестили ребенка. Ну, допустим, в целом можно найти церковь, где-то денег не просят, но да. У нас, да, время стоит, наверное, так много. Еще хотелось о многом поговорить. Насколько, я не знаю, наверняка проводят такие исследования, не знаю, сколько они вам известны. В Латвии в последнее время религиозность людей увеличивается или нет? Больше ли становится? Потому что последнее исследование, которое я видел, там вроде как говорилось, что чуть-чуть увеличивается количество религиозных людей. Да, я прям не буду отвечать о том, что буквально не знаю, но я просто хотел тогда прокомментировать, что зачастую это вот понятие религиозности, его можно очень по-разному как-то... Но обычно это просто вопрос, то есть, как себя человек ощущает? Ну да, но что было в этом вопросе? Был вопрос, допустим, если там, допустим, там могло... Один из вопросов, который я видел, допустим, там есть вопрос, принадлежите ли вы какой-то церкви, и, допустим, вопрос, читаете ли вы Библию каждый день. И, ну, и как бы можно найти там примеры того, что люди отмечают, что они там какого-то... Представите, одно из протестантских конфессий, для которых это было бы суперважным вообще занятием, что-то такое. Ну и мы видим, что куча людей, которые принадлежат формально какой-то конфессии, они, например, вот такого вообще не делают. То есть вопрос, ну, как мы эту принадлежность вообще оцениваем? То есть религиозность – это, допустим, если я женюсь и на католичке, и крещусь в католицизм. Это моя религиозность или это что? И я после этого, ну, я прихожу на эту воскресную школу, там, заучиваю символ веры. Ну, это же тоже личное ощущение, потому что, например, я крещеный, например, человек в православии, но я там, я не знаю, есть ли какой-то ритуал анти-крещения. Да, нету. Ну, наверное, нет. Но сейчас я себя ощущаю как атеист. Но при этом, как бы, не знаю, официально, в какой-то там книге я записан, вероятно. То есть считаюсь ли я православным? Наверное, нет. Ну, скорее вопрос был бы там, если вот придут и все это спишут в вопрос и сделать какое-то процентное отношение, и оно будет больше, чем то, что было в прошлом году. Посчитается ли то, что вот вы покрестились при ростом верующих, допустим, в Латвии, или все-таки нет? Ну, а в целом, если мы там уходим от цифр, общая тенденция наблюдается, что люди приходят в вере. Потому что, например, когда Советский Союз развалился, был резкий скачок. Понятное дело, что многие там скрывались, но кто-то там, скажем, моя бабушка, она абсолютно искренне была атеисткой и также абсолютно искренне сейчас является христианкой. То есть, вот каких-то таких резких изменений не предвидится в ближайшее время? Да, опять же, не уверен. Мне кажется, сейчас все довольно как-то спокойно. То есть, оно не пропадает никуда, как обещали лет так 20-30 назад, но оно и не собирается вырастать. Сейчас ужасно резко. То есть, есть растущие общины в Латвии, ну, точно активные, которые занимаются и получают новых последователей, но какого-то такого воскресенья или нового пробуждения веры в Латвию пока что не ожидается. Ну и наоборот, какого-то там атеистического всплеска. Ну да, может быть, я надеюсь, что я не ошибаюсь. Мне кажется, сейчас довольно все так. Плюс-минус спокойно. Уже так напоследок? Наверное, это единственное, может, пандемия могла бы быть чем-то, что могла отвратить людей от церквей. Или наоборот, или где-то искать спасение. Ну да, но реально все зависело от того, насколько успешно церкви могли с этим справиться, насколько они могли к адекватной ситуации приблизиться, потому что, ну, как мы знаем, для некоторых политиков Европе стало таким плохим моментом, то, что они очень сильно заявляли, что это все сказки и не так опасно, как это есть. Все-таки большая часть общества видит, что это опасно, это есть, и нам нужно с этим как-то справляться. И поэтому церкви, ну, все-таки не проиграли в этот момент. Хотя были, ну да, некоторые, кто что-то говорил. Доканчивается эфир. Ну, там, наверное, последний вопрос, чтобы подвести общий итог. Мы видим, что в целом в мире увеличивается, ну, по крайней мере, субъективно так кажется, увеличивается какая-то общая, не то что ненависть, но недоверие разных конфессий друг другу, представителей разных конфессий. Это и по отношению к исламу видно, это и по отношению христианских каких-то разных конфессий видно. Это и вот вы говорили и про мьянму, и так далее. С точки зрения теологии, можно ли надеяться, опять-таки, на какое-то мирное решение вопроса, что все-таки мы станем терпимее друг к другу, или наоборот какой-то нас ждет взрыв? Не, напога, надейся, сам не плашает, то, что в голову, естественно, приходит, потому что надеяться, это, конечно, здорово, но, как говорил апостол Павел, есть три великих вещи, опять же, не точно цитирую, но вера, надежда и любовь, но любовь из них самая великая. И если кому-то интересна инициатива того, чтобы мы жили в мире, этим инициативами нужно заниматься. То есть, это все приходит не через какое-то ожидание, или там, что вот все будет хорошо, надо только подождать, ну, не совсем так. Нужны конкретные инициативы, например, есть такая организация, опять же, в Англии, The Feast, которая занимается конкретно межрелигиозным диалогом среди молодежи, то есть, ну, там, 20-35, видимо, или что-то такое, и они занимаются тем, что они организуют общие обеды, общие или ужины, то есть, для вот всех этих разных людей они все приходят, кушают, пьют, и в спокойной обстановке обсуждают, что хорошего есть у них в их традиции. Не в смысле, что там у вас, а вот что, ну, так вот, когда мне рассказывал их лидер, когда у нас была его лекция, то есть, таким путем к этому мы можем пойти, и, как бы, все-таки, ну, европейское общество, оно достаточно мирское, и достаточно толерантное во многом, то есть, что есть возможность встретиться, и, то есть, никто, ну, мы не... мусульмане и христиане на улице не обязательно друг на друга кричат, или кидают друг на друга какие-то камни, то есть, ну, может, люди просто не здороваются, или все-таки здороваются, у них какая-то честь там силы, ну, как-то так, но все-таки есть эта площадка для какого-то диалога, и он как бы у нас актуальна такая вещь, есть дискуссии, там, разговоры, подкасты, все там это варится, то есть, в этом плане я доверяю, что за счет того, что мы разделяем все-таки какие-то ценности вот этого спокойствия и комфорта, которые, я думаю, выходят реально на первый план, что больше многим людям не нужна какая-то там прям истина, а хотя бы, чтобы было нормально, чтобы можно было работать, жить, ну, делать вещи, которые нравятся, как-то саморазвиваться, и в этом плане можно найти, я думаю, какой-то мир и покой. Главное, чтобы было там меньше людей, которые его, наоборот, пытаются разрушить. И вот, ну, например, ну, то есть, я считаю, что в каком-то смысле вот это вот все, очень жалко, что, допустим, такие организации, как Мировой Совет Церквей, и там Папа Римский, и экономические патриархи вот так вот агрессивно реагируют на вот эту вот Святую Софию. Ну, то есть, в каком-то смысле они все-таки подливают масло в огонь, потому что, может быть, они их просто хотели покритиковать, но они же не могут не понимать, что на другом конце этого телефона сидят крайне консервативные, крайне радикальные наши люди, которые, для которых вот эти комментарии, являются какой-то валидацией их уже взглядов. В общем, простите. Нет, все отлично. Всем мир, всем любовь. Это точно. Мы просто, все просто люди. Надо бы договориться с пониманием. Спасибо. У нас в гостях был научный ассистент в факультете теологии Латвийского университета Никита Андреев. Это была программа «Разворот». Ее провел Артем Липин, звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо, что слушали. Спасибо. Спасибо.